Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова! Меня зовут Юлия Прелл, и в сегодняшнем видео мы наконец-то попробуем с вами всю новую косметику из Sephora, которую я приобрела на их распродаже Spring Sale Event. В прошлом видео мы распаковывали с вами всю эту новую косметику, и вот сегодня мы наконец-то ее попробуем. Ура! Помимо этого, я не смогла честно не удержаться и не приобрести новую палетку от Rare Beauty. Вот так она выглядит, очень красивый такой минималистичный дизайн опять же, и внутри это выглядит вот таким образом. Мне показалось, что это будет что-то, что идеально дополнит наш сегодняшний макияж, а именно все лица первых впечатлений от теней до тона. И также, вы не поверите, мне очень повезло урвать последний наиболее такой светловатый оттенок, который мне понравился из новой коллекции бренда Melt. Они вышли с кремовыми румянами, и это просто румяна, о которых говорит каждый американский блогер. Настолько они пигментированы, настолько они легко наносятся. Они были out of stock на протяжении, наверное, недели. То есть, с момента, как они вышли, их было очень сложно достать, и вот я урвала этот оттенок. Повезло! И вот так он выглядит, очень красивый такой милый розоватый оттенок. Я подумала, что это будет также отличным дополнением к нашему сегодняшнему лицу первых впечатлений. И помимо этого, мы, конечно, попробуем сегодня наш уважаемый бронзер от Gucci. Это будет сегодня нашим хайлайтом программы. Попробуем также новый тон от Sephora Best Skin Ever. Попробуем консилер от Cosas. Попробуем некоторые продукты для бровей от Charlotte Tilbury и также от Cosas, опять же. И то, что я хотела очень давно попробовать, это Flawless Filter от Charlotte Tilbury. И да, ребят, устраивайтесь поудобнее, заваливайте чаек. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под этим видео, подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. Но мы начинаем, поехали! И первое, с чего мы начнем, это будет Flawless Filter от Charlotte Tilbury. Это ее знаменитый-знаменитый продукт, который преображает лицо с первых секунд. И это тот продукт, который может использоваться в разных целях. То есть его можно использовать и как праймер, его можно использовать и как хайлайтер, и даже смешивать с вашей тональной основой, что очень здорово. Вы знаете, я стала замечать такую тенденцию, что многие люксовые бренды выходят с мини-размерами своих самых хитовых продуктов. Например, вчера я видела на Trend Moody, Huda Beauty вышла со своей пудрой, самой популярной в мини-размере. То есть, наверное, это о чем-то говорит. В большом предвкушении посмотреть, как продукт этот будет работать и вообще, что это такое. У меня это оттенок Fair 2. И мне кажется, это идеально будет смотреться. Когда я читала на Sephora об этом продукте, там написано, что это тот продукт, который отражает свет с вашей кожей, создается таким образом такая иллюзия подсвеченного лица. И я, надо сказать, уже вижу, что лицо, оно прям очень хорошо подсвечено. Мне нравится, как это смотрится. Мне кажется, лицо хоть немножко, но преобразилось. Благодаря именно вот этому сиянию, которое как будто бы исходит изнутри. Я, кстати, чувствую, что лицо немножко липко, совершенно немножко. То есть, я так понимаю, это, ну, идеально будет как праймер. Здорово, мне нравится, как это ощущается на моем лице. И далее я хочу протестировать новый тон от Sephora Collection Best Skin Ever. Этот тон обещает нам среднее покрытие и натуральный финиш. Я взяла оттенок 11.5P. Хорошая новость это то, что этот тон сделан у нас во Франции. Стоит он 20 долларов. Я ни разу не слышала о косметике, которая сделана во Франции, которая может стоить настолько доступно. Так как мой подтон кожи, он розоватый, я выбрала оттенок именно с этой характеристикой. И мне кажется, я угадала с оттенком. Мне хочется в это верить. Вот так он выглядит при нанесении. Небольшой такой аромат есть. Он скорее приятный, потому что есть тона, которые прямо такие, ух, знаете, за километры можно учуять аромат. Особенно у люксовых, прям очень люксовых брендов это наблюдается. Я возьму свой уже смоченный спонж. Посмотрим давайте, как он ведет себя. Я не уверена, что это мой оттенок. Я вижу, что этот тон конкретно выбеливает мое лицо, то есть он гораздо светлее, чем мой оттенок кожи. Прям вижу, что этот тон, он выглядит немножко инородно на моем лице. Да, я немножко расстроена, что это не мой оттенок оказался. Особенно сейчас, когда у меня есть свет вокруг меня, я вижу, что мое лицо, оно выглядит прям белесым. Нанесем еще один слой. Смотрим, как он будет себя вести. В принципе, он хорошо очень, так сказать, впитывается в кожу и очень хорошо растушевывается. То есть в этом плане никаких проблем нет. Ну что вот так смотрится этот тон после двух слоев нанесения. Это очень даже хорошее покрытие, но я не сказала бы, что оно среднее. Я бы сказала, что оно более легкое. Здесь у меня есть небольшая проблемная зона и она все так же видна, даже после второго слоя этого тона. Пока что я не могу сказать, что я в большом восторге. Это сложно на самом деле сказать, да, тон хорош или нет, этот тон ужасен через минуту использования, правильно же. Поэтому я думаю, что в конце видео или в конце этого дня я сделаю вам апдейт и скажу вам, хорош этот тон или нет. Далее попробуем наш консилер от Cosas, который называется Super Creamy Brightening Concealer. Этот консилер у нас гибрид ухода и, собственно, косметики. Этот консилер должен подсветить нам зону под глазами. И я много очень слышала, кто из американских блогеров нахваливали его. Я рада, что приобрела его. У меня оттенок 1.5C. И когда я выбирала свой оттенок, я была удивлена, что на картинке под моим оттенком изображена Александра Анел. Это бьюти-блогерша. Ее очень много, кстати, русских тоже смотрят. Я была удивлена этому. Этот консилер обещает нам среднее покрытие и супер-хремовую формулу, что очень интересно. Пахнет он приятно, кстати, да. Мне кажется, я поняла, почему я взяла его. В составе у нас имеется кофеин. Вау! Кофеин никогда не бывает лишним в этой зоне под глазами. Также в составе у нас имеется гиалуронка и пептиды. Состав прямо-таки восхищает. И нанесем его вот сюда. Я очень надеюсь, что это мой оттенок, потому что с консилерами у меня как-либо это слишком светлый оттенок. Как, допустим, я купила консилер от Rare Beauty. Он прямо вот белый, белый консилер. Я не понимаю, как так получается, но мне кажется, этот очень даже хорошо смотрится. И вот так выглядит наш консилер после двух слоев. Мне нравится, как это смотрится. Я не вижу какого-то глобального эффекта подсвеченной кожи, но я вижу определенно, что зона под глазами стала выглядеть чуть лучше. Кстати, на Sephora у этого консилера всего лишь 4 звезды, что не очень прям здоровский рейтинг, надо сказать. Учитывая, что продукт это только вышел, совсем забыла еще нанести его вот сюда, чтобы скрыть недостатки, которые должны быть скрыты. Ну вот, другое дело. Мне понравилось, как он скрыл этот мой маленький недостаток, маленький прыщик. И даже подсветил зону, в которой я нанесла его, а именно под нос, на лоб и около рта. Здорово! Давайте перейдем теперь к бровям. И начнем мы с нашего карандаша от Charlotte Tilbury в оттенке Soft Brown. Очень тоненький стержень, мне это нравится, то есть есть возможность дорисовать волоски на бровях, и при этом это все будет смотреться естественно. Далее, я хочу попробовать гель для бровей от Cosas. Просто посмотрите на упаковку этого продукта. Упаковка как будто бы из будущего, не так ли? Не припомню, чтобы какой-либо бренд выходил именно с такой невероятно интересной упаковкой. У меня это оттенок опять же Soft Brown, и в этом геле у нас находится кастровое масло, пантенол и также три пептиды. Какая хорошая комбинация, не так ли? Он, кстати, достаточно темный, достаточно пигментированный. Но как он идеально дополняет этот оттенок геля? Нравится, как это выглядит определенно. Пахнет он тоже очень приятно, такой запах сладенький. Я в восторге. Мне очень нравится, как у нас получились наши брови. Это, наверное, тот оттенок бровей, который я всегда хочу, чтобы он у меня был. Настоящий, мягкий, коричневый. Круто, здорово. Что-то новенькое, интересное, начиная от упаковки до текстуры продукта. И не зря у этого продукта отзывы ближе к пятерке. То есть там 4,7, 4,6, что-то вроде того. Мне понравилось. Итак, за бровями мы закончили. Теперь пришло время оформить наши глаза. Я использую палетку Rare Beauty от Selena Gomez. Эта палетка стоила 29 долларов. И это просто потрясающая цена для палетки. Не так много палеток в Sephora, которые стоят меньше 30 долларов. Это потрясающе. Она выглядит невероятно такой весенней. Очень весеннее настроение у нее. Мне нравится дизайн. Это легкая палетка. Она вообще даже почти не имеет в себе никакого веса. Что-то необычное. Мне кажется, мы такого дизайна еще пока не видели. Палетка эта сделана, кстати говоря, в Доминиканской республике. Я ни разу не видела, чтобы что-то было сделано в Доминиканской республике. Китай, да. Италия, да. Доминиканская республика это что-то новенькое. В этой палетке мы видим 7 оттенков. Седьмой из которых это шиммер. Но это не просто шиммер. Это именно как склеенные блестки больше. Эта палетка не самая шикарная в плане сводчинга. Многие оттенки из этой палетки едва-едва сводчились. То есть большинство из них они прям супер мягкие. Или даже они выглядят гораздо светлее, чем в палетке. Очень интересно, как эта палетка будет вести себя в нашем сегодняшнем образе, в макияже. Ну потому что смотря на нее, реально хочется использовать эти тени. То есть она вдохновляет. И кстати, Сирена показывала образ, который она сделала с этой палеткой. Который как раз у нее был на промо-компании. И наверное я хочу сделать именно этот образ сегодня. Как я уже наверное сказала вам, я не стала брать праймер, с которым она вышла вместе с этой палеткой. Просто потому что я не посчитала, что это что-то интересное и прямо-таки нужно это покупать. Ребята, я тут недавно получила свои кисти от Ruffer. Наконец-то я сказывала набор, который создан для того, чтобы работать над зоной затемнения. Самая такая популярная кисть на ютюбе, которую использует почти каждый бьюти-гуру. Это по-моему кисть номер 15. Она самая большая из этого набора и супер мягкая. Кстати, кисти от Ruffer это кисти, которые делаются из натурального ворса. И также кисть номер 14. Она тоже очень популярна для того, чтобы наносить оттенок в зону затемнения. И очень хорошо это для новейшего века. Это очень смешно, но Сирена использовала кисть от Ruffer в своем видео. Я так понимаю, она использовала именно эту кисть для того, чтобы нанести самый темный оттенок на вот эту зону. И, наверное, с этого мы и начнем. Я хочу взять этот темный оттенок. Называется этот оттенок Passionate. Она нанесла его на все века, при этом немного затемняя эту зону. Честно, ребят, я ждала худшего. Смотря на обзоры, я думала, что эти тени не будут даже никак растушевываться. Но это неправда на самом деле. Может, техника растушевки влияет на то, насколько тени будут хорошо растушевываться или плохо. Понимаете? Пока что все хорошо у нас идет. И далее Сирена берет этот светлый оттенок. Это вообще оттенок с небольшим количеством шиммеров в нем. И она, кстати, использует свою кисть Rare Beauty, с которой она выходила, когда у нее был запуск ее жидких теней. И мы наносим это на внутренний уголок глаза. Кстати, очень даже удобная кисточка, надо сказать. Именно для нанесения, не только для нанесения жидких теней, но и для нанесения шиммеров. И последний шаг это использование этого потрясающе красивого шиммера, который состоит из склеенных блесток. Надо сказать, что не нужно брать очень много этого оттенка, потому что он очень легко сыпется. Но при этом он также и достаточно хорошо держится на моем пальце. Я удивлена. И она наносит этот оттенок на все века, за исключением темных теней на глазу. Вау! Это смотрится потрясающе, ребят. Вы видите этот блеск? Я просто в восторге от того, как красиво смотрятся эти блестки. Я никогда не была фанатом именно склейного глиттера, но это смотрится реально потрясающе. Это очень красивый акцент на глаза, когда, допустим, вы хотите пойти на ужин или просто гулять даже. Очень привлечет внимание такой макияж этот 100%. Да, подашки небольшие есть, но я думаю, что это стоит того. И, конечно, определенно, если вы делаете ваш макияж, то первое, что вы хотите сделать, это именно макияж глаз, если вы будете использовать эту палетку. И в особенности этот шиммер, он осыпается. И, конечно, это была бы не Селена Гомбус, если бы она не использовала подводку для глаз в своем туториале. Она использовала подводку от Rare Beauty в черном цвете. И вот так, ребята, у нас выглядит конечный образ с тенями от Rare Beauty. Как ни странно, мне безумно нравится, как блестят эти шиммеры. Очень красивый у них блеск. Дорого смотрится, но, к сожалению, они опадают. И это, наверное, единственный минус. Ну и к тому же, очень сложно было нанести, приклеить реснички на этот шиммер. В общем, да, дайте мне знать, что вы думаете, ребят, о том, как смотрится образ с этими тенями. Далее, теперь пришло время попробовать наш бронзер, естественно. Мне кажется, мы все этого ждали. Я этого ждала, я помыла свою кисть от Ruffer, которая просто идеально подойдет для нанесения этого бронзера от Gucci под номером 01. И это самый светлый оттенок. Бронзер этот стоил 60 с лишним долларов. Это официально самый дорогой бронзер в моей коллекции косметики. Этот бронзер, он невероятно мягкий и шелковистый по своей текстуре. У меня нет продуктов в моей коллекции, которые были бы такими мягкими, когда я прикасаюсь к нему. Один из плюсов, это то, что к этому бронзеру идет кисточка, которая находится внизу. Ее можно достать и использовать для этого, чтобы наносить его. Она очень мягкая пахнет, она, кстати, очень приятная. Такой аромат люкса, люксовой косметики, я бы сказала. Мне кажется, он немножко рыжит. Как это ни странно, самый светлый оттенок, и я вижу эту рыжину. Я почему-то думала, что он будет чуть более холодным. В принципе, первое впечатление, это то, что это хороший продукт, но я пока еще, наверное, не привыкла к оттенку. Я не понимаю, подходит ли мне этот оттенок или нет. Если вы, ребят, видите с экрана, дайте мне знать. Извиняюсь, ребят, если вы сейчас видели, что моя ресничка была немножко отклеена, я ее подправила. Я считаю, что это неплохой оттенок бронзера. Я почему-то ожидала, что это будет самый лучший бронзер в мире, понимаете? Бывает такое, когда ты что-то покупаешь дорогое, ты думаешь, ну все, это будет самым лучшим продуктом в моей косметичке. Я, наверное, немножко расстроена, что это не такой холодный оттенок. Я вижу немножко рыжины, как будто бы он гораздо более красным выглядит, по крайней мере, со всем светом, который сейчас у меня здесь в этой комнате. Возможно, при дневном свете он будет смотреться по-другому. Очень хочется в это верить, потому что здесь он смотрится светлым. Хотя в нем есть немножко такой красноты, но это самый светлый оттенок. Сколько я помню, третий оттенок, он не такой рыжий, что-то вроде того. Поэтому, возможно, третий оттенок был бы лучшим вариантом. Почти последний шаг в нашем макияже. Я хочу использовать этот темный оттенок и нанести его на нижние ресницы, чтобы немножко оформить наш глаз все-таки. Я думаю, что нам уже нечего терять. Я все-таки хочу попробовать эти румяна от Melt, потому что я думала, что если я буду использовать бронзер от Gucci, то это будет too much, да, использовать румяна, тем более кремовые. Но я думаю, что я хочу это сделать, чтобы показать вам этот оттенок. Вау! Оттенок очень-очень красивый. И мне кажется, он очень даже неплохо дополняет наш макияж глаз. Вполне возможно, да. Оттенок называется у нас этот Honey Thief. И эти румяны сделаны, кстати говоря, в Италии. Здорово! Мне очень нравится цвет. Так как у меня нет новой пудры, я буду использовать свою любимую пудру от Cosas. Опять же, в оттенке Feather. И я просто немножко нанесу ее на глаза, чтобы закрепить консилер и тональную основу. Что, ребята, так выглядит наш конечный образ с новой косметикой, которую я заказала в Sephora. Плюс я вчера прикупила еще палетку от Rare Beauty и также румяна от Melt Makeup. Первое, с чего я хочу начать, это с палетки. Палетка меня порадовала. Не могу сказать, что это ужасная палетка, у нее ужасная формула. Нет, я думаю, на нее найдется любитель. Особенно, если вы любите простые цвета, вы хотите просто нанести тени по всему веку, не заморачиваться с растушевкой и нанести шиммер. Допустим, вот эта палетка для вас. Я не могу сказать, что эта палетка уникальна, за исключением дизайна. Дизайн, конечно, просто шик и блеск. Единственное, что три оттенка, четыре оттенка из этой палетки, я извиняюсь, это шиммеры. И вот именно вот эти шиммеры, это очень бедные по пигментированности шиммеры. То есть, ну, вы видите, наверное, сами. Ну и, конечно, самый пигментированный шиммер, это вот этот вот, который у нас является склеенным глиттером. Я не считаю, что эта палетка, ну, на каждый день, просто потому, что самый пигментированный шиммер, это склеенный глиттер. И это всегда создает небольшие проблемы с тем, что он может легко осыпаться и так далее и тому подобное. С ним может не так легко работать, как с обычными шиммерами. Другие шиммеры, они не такие прямо вах, какой пигмент, какой блеск, понимаете. Если вы хотите, чтобы в вашей коллекции была палетка, которая вдохновлена весной, потому что оттенки здесь весьма весенние, то она для вас. Далее, насчет бронзера от Гуччи. Я ожидала очень многого от него, я прямо ждала от того дня, когда я смогу попробовать его уже, и я это сделала. И надо сказать, что пока что этот продукт меня не впечатлил. Я не могу сказать, что я прям такая, вау, это прям настоящий холодный бронзер. Он не такой холодный, каким я его видела и представляла. Но, надо сказать, что бронзер, он очень шелковистый, он очень мягкий, он пигментированный, да. Мне не нужно было макать кисточку много-много раз, чтобы получить такой хороший пигмент. Достаточно было одного-двух раз для того, чтобы мои скулы стали гораздо более очевидными. Мне это нравится. Стоит ли он 60 долларов, я не знаю. Я бы, наверное, если бы отмотала назад, наверное, бы я купила все-таки бронзер от Шарлотт Силбери. Потому что мне кажется, что у Шарлотта немного более реальные оттенки, когда дело касается бронзеров. Я не слышала ни одного плохого отзыва о ее бронзерах тоже. Дайте мне знать, если вы думаете, что бронзеры от Шарлотт Силбери, они выглядят чуть более холодными, чем бронзер от Гуччи. Мне будет очень интересно это узнать. Далее, давайте поговорим про кремовые румяна. Они у меня были в оттенке Honey Thief, и это потрясающая румяна. Я теперь понимаю, почему люди о них так отзываются хорошо. Я думаю, что эти румяна в этом оттенке станут моими любимыми румянами на лето. Мне кажется, такие оттенки сейчас очень популярны, и каждый почти бренд с ним выходит. Но именно румяна кремового от Melt мне понравились. Я поняла весь хайп о них. Далее, что касается продуктов для лица. А мне понравился на самом деле фильтр, как называется он? Флоуэллес фильтр от Шарлотт Силбери. Я увидела сразу такой здоровый блеск, сияние кожи. В общем, я думаю, что я чуть больше еще должна попробовать продукт этот, чтобы сказать, что да, это самое лучшее, что я пробовала от Шарлотт Силбери. И далее я попробовала тон от Sephora Best Skin Ever. Сколько я много видела в видео. Видела видео. Сколько я много смотрела видео об этой основе, и все просто ахают и охают направо и налево, потому что это невероятно классный продукт. Я считаю, что это неплохой продукт. Я почему-то ожидала, что это будет среднее покрытие, конечно, но которое я смогу достроить, например, до чуть более плотного покрытия. Окей, пока что мне кажется, что этот тон, возможно, даже подошел мне по оттенку, хоть изначально и я видела, что этот тон прям суперсветлый. Он нанесся очень легко, распределился по лицу тоже очень легко. Я не знаю, никаких проблем пока нет с ним, и тот факт, что продукт это сделан во Франции, добавляет ему еще больше шарма. Поэтому буду еще пробовать его и скажу вам в одном из следующих видео, насколько этот продукт действительно хорош. Далее, консилер от Kossos, который у нас был в оттенке 1.5C, мне он понравился. Я увидела и хорошее покрытие, и оттенок, который подошел у меня, и кремовость продукта, конечно, меня тоже очень привлекла. Я, если честно, не так часто покупаю новые консилеры. У меня был мой любимый консилер от NARS, я им пользовалась, покупала его два раза. И я думаю, что этот пока станет моим любимчиком на лето, на летнее время точно. Попробовали с вами продукты для бровей от Kossos, опять же, и от Charlotte Tilbury. Мне понравился карандаш, я считаю, что это потрясающий карандаш, потому что он и тоненький сам по себе, и пигментированный, и очень сложно сделать ошибку, использовать этот карандаш. И у вас не будут брови такими, знаете, и сине-черными, потому что очень часто бывает, ты покупаешь, например, светлый количневый оттенок, и он оказывается черным. На ваших бровях очень часто это случалось со мной, когда я покупала Анастасию Барвелли-Хиллз и ее продукты для бровей. Хороший продукт, реально стоит своих денег, но, конечно, упаковка металлическая, ну, не знаю, сложно было пользоваться, потому что очень легко вашим рукам вспотеть, пока вы рисуете брови. Далее продукт от Косос, гель для бровей мне понравился, я не ожидала этого, потому что, ну, гель для бровей, гель для бровей, правильно же, что в нем такого может быть. Но благодаря тому, что здесь большое количество разных, так сказать, полезных компонентов для ваших бровей, а именно кастровое масло, три пептиды, это еще и как уход, то есть и уход, и косметика два в одном, это круто. Мне кажется, это все, о чем я сегодня хотела поговорить. Кстати, ребят, совсем забыла, я покупала же еще бронзер в кремовой формуле от Nars в оттенке Лагуна, и я его так и не пробовала. Я хотела бы показать вам его свочи, просто насколько он будет, не знаю, темным, приятно пахнет, я бы сказала, сильный аромат, и мне хочется верить, что он не будет каким-то сильно рыжим. Вот, я не знаю, это я или все мои бронзеры, мне кажется, какими-то рыжими, но, возможно, это даже нормально, когда бронзер рыжит. Я не знаю, этим не знают, ребят, если я не права. В общем, да, это то, с чем мы сегодня работали. Кстати, я на губы сегодня использовала помаду от Charlotte Tilbury в оттенке Very Victoria, и в качестве блеска я использовала блеск от Nabla, который у нас в оттенке District. Мне очень понравилась эта комбинация, и в качестве халатера я использовала сегодня халатер от Наташи Диноны, I Need a Nude. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось наше сегодняшнее видео, где мы попробовали всю новую косметику, которая в данный момент в Sephora. Я ее купила, мы ее протестировали. Надеюсь, вы увидели все, что вы хотели увидеть, начиная от свочей до нанесения. Мне будет очень приятно, если вы напишите в комментариях, я не знаю, что вы думаете о бронзере от Gucci, например, действительно ли это то, что вы ожидали. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк под эти видео, если оно понравилось. Подпишитесь на канал, если вам нравится мой контент, с которым я выхожу, таким образом я буду знать, заходит ли контент такой или нет. И в общем, да, ребят, на этом я заканчиваю свое видео, наконец-то, я знаю, я много болтала. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней просто каждый день. И, конечно же, хорошо провести предстоящие выходные. Я прощаюсь, ваша Юля. Всем пока!